Девушки отдыхают Мы ездим в монастырь уже так давно Света, сколько тебе было, когда мы первый раз приехали? Да я сейчас совсем маленькая была Три или четыре годика, наверное Когда мы первый раз ездили, я еще и в школу не ходил Если в этом году я закончила 8 классов То получается уже девятый год ездим Ничего себе! Слушай, тебе очень понравилось Каждый год Ждем и дождемся, когда пойдем Посмотрите на фотографии Какие мы все еще маленькие Ой, это Федя с кудряшками Света маленькая Самая любимая драмала Ой, как дедайло Света на качелях Смотрите, ну красивый Ой, правда Совсем малыши еще А что вы там делаете? Когда были маленькие, только пытались Ага, не мешали мамам работать А потом понемножку все работали И посуду мыли, и грязки пололи Накладывали сцена корову Тише Вот, вот трава Самая любимая О, как же здорово, что мы в наши любимые горицы едем Льется звон колоколов Над просторами гориц Никогда я не забуду полюбившись в мире Льется звон колоколов Унося с собой вдаль Над просторами веков Наши грусти и печали Бьется музыка сердечек С колокольным звоном в такт Возвращаемся теперь Пять веков тому назад Оживают с нами здесь все насельницы гориц И лепут в эти дни леки мученицы шексны Святая обитель горицы От шумного света вдали Здесь жили княжны и царицы Красавицы русской земли Их силы загнали горицы На весне с Вологодской глуши Они свет хранили в темноте Свет им поколены души Были они мастерицы Жизнь золотом искать и вышивать Но царь как правил в горицах Монаши сидит и шиват И из души в период задавний Нашли здесь последний приют И кажется здесь церкви камни На женской судьбе выпьют Хранят монастырские стены Здесь много загадок и тайн Им ведомы страсти и измены А горе и зло через край Как хищная черная птица Четыре столетия назад Ворвался однажды в горицы О поличников царских обряд Где горе и уличном горицы Где праздник пролит окрой Прагедия в страшной странице Как будто бы оживили Здесь много стихи Дов хранится Здесь вон колокольный как столь Но светлые девичьи лица Мы увидим сквозь лихий икон И память молитвами славят Их силу хоть были слабы Кого равнодушным оставят И в радости женской судьбы Какие хорошие стихи Мне еще много надо узнать Про этот удивительный монастырь Так это что получается? Монастырь на реке какой-то находится Да, на реке Шексна На нашей? И по реке Шексна Можно приплыть в горицы? Да, посмотри Мимо нашего монастыря много пароходов плывет Ой, как красиво, как здорово Получается, наша Шексна и горица Река связывает? Да, реке Шексна связующая нить Ну теперь понятно, почему вы столько лет ездите И река связывает А красотища какая Что не дождусь, когда поеду? Ксюшенька, не только поэтому Горится так спокойно, умиротворенно, тихо Там совсем другой мир Там душа отдыхает Миш, споем? Давай Тихий свет Иисподь По приколам Выкидаря в горость Умиренная И моя душа Покладет поклон Обновляясь в Божьем просветленье С книг и смерть Ты смотришь Покладем А Матерь Божья Покладем Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Пламенные глаза, все на свете понимают. Пламенные глаза, все грехи нам отпускают. Пламенные глаза, вы, 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 не плачьте, только пламенные глаза. Пламенные глаза, да Бог увидит счастье всех своих. Пламенные глаза, вы, 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 И я спою песню бабушки твоей, Чтобы стала ей святой в раю. Ведь все пройдет, как в книге мудрой сказано от мной Очень много лет назад. Но ты, каким бы в этой жизни ты стал, Помни маминые глаза. Помни маминые глаза, Все в свете понимают маминые глаза, Все грехи нам пропускают маминые глаза. Ой, 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 не плачьте, Только маминые глаза. Помни маминые глаза. Да вам Бог увидит счастье всех своих детей И прощать, а не прощать, а маминые глаза. А не прощать, а не прощать, а не прощать. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Следующее воздушение у нас коллектив из Мяксы. Печи Новолевушинского монастыря, Лиза Пивоварова и поцветной школы. А вначале матушка Кирилла, Всем вам знакомая, Скажет приветственное слово. Дорогие мои родные свечания, Дорогие гости, Поздравляю всех вас С праздником обители, С таким юбилейным днем, Очень значимым в нашей истории, В нашей стране, мне кажется. Поздравляю вас с днем села. От имени наших насельниц, Трудников нашего Новолевушинского монастыря, Который находится на берегу Рыбинского водохранилища в селе Мяксы. От души желаю вам Всесильной помощи Божьей, Здравия, спасения И, конечно же, духовного возрождения. Пусть возрождается вера В ваших душах. Пусть возрождается наш любимый Гаитский монастырь С Божьей помощью. Сраняй вас Господь. Мы привезли вам тоже Подарок наше выступление, Духовное посетение, Стехотворение От нашей воскресной школы Имене, Игумене и Таисе. Наш Новый Леушинский монастырь Еще очень молод, Ему всего два с половиной года, В отличие от Горицкой, Воскресенской обители, Которой почти 500 лет, можно сказать. И мы являемся восприемниками Затопленного Леушинского, Известного на всю Россию, Известного Леушинского, Иоанна Пресеченского монастыря, Который созидался трудами Игумене и Таисе, Известной подвижницей благочистости. Но нас связывают Духовные нити с этим монастырем, Поскольку давно, Когда-то, В XIX веке, Насельница Горицкого монастыря, Монахиня Пленкия Коврова, Была настоятельницей Леушинской общины, Которая существовала Еще до монастыря В деревне Леушина. Она там подвязалась 4 года. И нас, конечно же, Духовно связывает В благословении Преподобного Кирилла Белоизерского, Нашего общего покровителя, И Леушинского монастыря Затопленного, И Нового Леушинского, И Гаицкого, Воскресенского монастыря. Так что, слава Богу, Я очень рада, Что сегодня с вами вместе Здесь смогла помолиться За Божественную Литургию, И поздравить всех вас С праздником. Мы все с вами знакомы, Мне дорог этот монастырь, Вы сами знаете, Мы здесь начинали, Когда-то его возрождались, И, конечно, здесь осталась Частичка моего сердца, И мы молимся О возрождении Горитского монастыря. Спасибо. Дорогие братья и сестры, Давайте вспомним Леушина Песня Татьяны Баскаковой Леушина В исполнении Николая Смирнова Директора школы Имени Игумии Таисии Новолеушинского Дорогие братья и сестры, Леушина 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 Ты русская жемчужина Учиневод сокрытая Сокровище Руси Леушина 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 Как нам достать жемчужину Леушина 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 Ты русская жемчужина Учиневод сокрытая Леушина 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 У Господа как вы молить За грех народ простит Как пережить картину этих мест И посмотреть на все без содрогания Из вот исходит одинокий крест И белым чайкам служит для пристания И слышат люди колокольный звон Из глубины зовущий к покаянию И сердце загорается свечой Зажженной на Леушинских стояниях Леушина, Леушина Ты узкая жемчужина Учинь вот сокрытое Сокровище Руси Леушина, Леушина Как нам достать жемчужину У Господа как вы молить За грех народ простит Леушина, Леушина Акафист Божьей Матери звучал В обители ночами В России так никто не прославлял Святое имя Матери Пречистой Леушина, Леушина, Леушина На платью под небесною Ты ангела в предел Леушина, Леушина Ты явишься жемчужиной При чистой Божьей Матери Земной ее удел Леушина, Леушина Ты явишься жемчужиной При чистой Божьей Матери Земной Ее удел АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Утром рано он жалобы и просьбы почитал И людям из кувшина без обмана Желаемое в сердце наливал Но не у всех было открыто сердце И место есть для чуда не у всех То с завистью, враждой подперта дверца То жадность не дает налить успех А у кого-то до краев развита Печаль и безысходность, вот беда И Бог грустил, что сердце это скрыто Любви хотел налить, да вот куда И Бог жалел, что люди не умеют Сердца и души чистить от обид Они с годами в сердце каменеют И сердце превращается в гранит Но Бог ходил, смотрел и улыбался Когда сердца влюбленное встречал Он брал кувшин и от души старался Им счастье в сердце бережно вливал А люди постепенно расплескали Подаренную Богом благодать И всех вокруг в утрате обвиняли Забыв самих себе вину искать А если б мы могли прощать И верить, любить, благодарить и отпускать То Бог бы мог ни капли счастья мерить Кувшин волшебный весь бы мог отдать И сегодня Бог проснулся на рассвете Огромный ящик с просьбами у ног А рядом лишь один, без просьб, в конверте Благодарю за все тебя, мой Бог Диплом награждается Пивоварова Елизавета Воскресная школа при Новом Леушинском женском монастыре Село Мякса В том числе в нашем детско-юношеском фестивале Черные лизы Плава Владимира Полеян Черные лизы Тихое пение Ласковый облеск Алых лампах Божий великий Дай мне терпение Борются в сердце Небо и окна Шепот молитвы Строгие лики Звонких кадильниц Дым голубой Дай мне растаять Божий всесильный Ладаном синим Перед тобой Выйду из храма Снова нарушу Святость обета Данных тебе Божий Божий очистит 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 Суммрак вечерний, скорбные очи желтых свечей, черные ризы, тихое пение, ласковый облеск, Алых лампад Божий великий, дай мне терпение, борются в сердце небо и ад. Суммрак вечерний, скорбные очи желтых свечей, черные ризы, тихое пение, ласковый облеск, Поскольку Горицкий монастырь является царским монастырем, для вас прозвучит песня о царственных страстотерцах в исполнении певчих монастыря Евгения Ирины Пакеевой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Николай, Александр, Алексей, Мария, Бога, Татьяна, Анастасия. Боль за эту песню, как меня замучи, чтобы не повадно русским было прежде. Каждый православный имена звучит, будет им молиться и со мною петь. Николай, Александр, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия. Николай, Александр, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия. Костя из Вологды, также давние друзья Горицкого монастыря. Воскресная школа при Лазаревском храме города Вологды. Кажется, в краеванном летний лагерь в селе Горицик. Вот и сейчас они приехали помочь и помолить. А представители от них школы сейчас начнут свое выступление. Пожалуйста. Добрый день, дорогие друзья. Вот уже более семи лет. Воскресная школа прихода Лазаревского храма города Вологды приезжает в Горицкий монастырь. Трудиться, молиться. Этот монастырь стал нам родным. И вообще как прекрасно, когда взрослые родятся и молятся, и отдыхают вместе с детьми. Поэтому и выступать сегодня у нас будет дуэт. Мама и дочка. А исполняют они пьесу и цикла всем вам знакомого, Петра Ильича Чайбровского, детский альбом. Этот альбом, этот цикл, можно сравнить с одним днем ребенка, который наполнен радостями и огорчениями, мечтательностью, разочарованиями. А начинается детский альбом, как и любой день православного человека, пьесой, которая называется «Молитва». А заканчивает этот альбом пьесы к церкви. Петр Ильич Яковский очень был верующий человек. Но мы слышали чаще всего, наверное, произведения, как немецкая песенка, итальянская песенка, произведение «Мама», «Игра в лошадке» нам знакома. А прозвучит сегодня неаполитанская песенка. Выступает дуэт Наталья Юрова и Соня Парабоновы. 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 Соня Парабонов. 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 А на память, на память дорогой нам обители, мы вручаем калаш наших воспоминаний. А вручать этот калаш будет участник всех наших приездов в монастырь Зимин Артем со своей мамой Светланой. Отцу Георгию мы, наверное, вручим. Аплодисменты. Аплодисменты. Мы еще раз поздократили участников Донина. Из села Воскресенского приехал к нам коллектив, состоящий из детей, молодежи и взрослых. Приглашаем вас на сцену. Здравствуйте, дорогие уважаемые земляки. Мы очень рады сегодня быть в таком замечательном событии с вами вместе. Приехали мы из села Воскресенское. Это древнее село еще носит название старинное, которое до сих пор бытует в народе Йорга. Мы представляем Центр традиционной народной культуры. Нам на следующий год будет 30 лет. Срок небольшой, но для такого учреждения, такого типа, это довольно-таки большой срок, потому что мы первый Центр традиционной народной культуры, специализированное учреждение, которое направлено было на изучение, развитие народных наших традиций на севере-западе. Занимаемся мы изучением наших традиций, ремесленных, фольклора, музыкальных традиций, сказочных традиций. Не только изучаем, но пытаемся их и освоить, и чтобы этим материалом жили наши дети. И это была не просто такая часть выступления на сцене. Мы даже не очень любим сцену, мы больше любим народные гуляния, вот такая живая непосредственное общение в кругу, на кругу, как раньше говорили, на середке. Но сегодня нам хочется показать некоторые фрагменты, чем мы занимаемся с детьми. Начнем мы, наверное, с потешки, с детской потешки. Вот такие девчонки уже раньше в деревнях не просто бегали, играли в свое удовольствие, они уже нянькались с детьми, были хорошими няньками и развлекали маленьких детей. И вот небольшая потешка, которую записали мы в Сизинском сельском совете, в экспедиции. Пожалуйста. Дима сказал, где была? Каней послали. Вот мы пересомали его из себя. А где Николк в клетку ушел? А где губка водой поднялась? А где вода? Выки выпили. А где бы ты? Треснику шли. А где тресни? Девки выломали. А где девки? Замуж высыпали. А где замуж я? Треснику шли. А где погод? Треснику шли. А где трава? Коза выкидывала. А где коза? Папа, мама. Девки учат и колыбельные. Нам очень хочется, чтобы наши дети, они сказывали сказки своим деткам, играли с ними в игры, говорили на исходном русском языке. Они включали мультики по телевизору, и мы надеемся, что наши девочки вырастут хорошими мамами. А сейчас наш Виктор, наш воспитанник, которому мы очень рады, что он сегодня с нами, он отслужил армией и вернулся к нам. И он очень любит сказки, сказки, небольшой багаж сказочный. Сейчас он расскажет сказку, даже не знаю какую, какую у него душа пожелает сейчас рассказать. Ну вот значит, один охотник держал скотину. Ой, поруся, твовец, коровы, лошадь и хорошую собаку, а звали ее паукан. Вот этот паукан оздорово на охоту ходил, везде и всюду, не боялся, до него кухни всего. И ходил летом все в дубу. Дуб стоял на поле, в дубу ходил, а и там, где изжировал, под солнышком в тени. В это время шел мимо волк, дело было летом. Слышит, пахнется бассиной. Подошел к дубу, полкан встал, зубы оскалил тоже, что не подходи, волк, это мое место, я тебя разорву. Волк говорит, я пришел узнать, целую деревню тут делать, как живут люди тут. Он говорит, живут так хорошо. У меня-то, он говорит, у хозяина, свинья сыпорилась. Так порусятка маленькая, такие красивенькие, хорошенькие. Ой, полкан, как бы мне одного хотя бы тяпнуть, а где они стоят? Они стоят во хлеве, во хлеве. А нельзя туда никак попасть-то? Ну, покосить-то есть, но нельзя. Если ты туда зайдешь, свинья завяжет, я должен залаять. Я залаю? Ты как хозяина можно сдать, чего я нехороший. Я приду ночью. Ну, приходи, только чтобы тихо. Ну, вот полкан пришел домой, не ест, не пьет. Вышел на колечко, лег. Хозяин выезд, ему поистину, ты что, полка, поешь что ли? Он посмотрел так ласково на хозяина, что не до еды, нельзя. Ну, вот хозяина шел домой, легли спать. Волк прибатил, вокруг хлеба вошел. Полкан видит, волк, кукошку подходит. Окошечка летом, так не закрыта, но мешает кое-где не пролезти. Вот он стал зубами окошечка углевать. Только туды залез. Ой, как свинья завизжала, поросятка заревели все. Полкан заорал, хозяин схватил ружье и на улицу. А волк рвется, рвется, только вырвался. Хозяин раз, да ему в заднюю лапу и попал. Вот волк убежал к дугу, рано залез, вас ждет полкана. А этот полкан утром встал. Хозяин покормил его, что молодец, не прозевался так. Как это стоялся и к дугу пошел. Идет полк, сидит. Не подходи, полкан, я тебя разорву, ты же говорил. Ах, я не виноват, ты, брат, сам виноват. Зацем рев ходили такой. Я теперь, с сегодняшнего дня, на тебя войной пойду. И больше ничего. Собря армию, приходи на этот дуг. Через три дня воевать будем. Ну, полкан развернулся и домой покатил. Не ест, не пьет, тебе дабы. А волк бегает по лесу, собирает армию. Бежит, навстречу леса. Кума, кума, ты не придешь ко мне на помощь. С удовольствием, с удовольствием. Так, кума, ты цает. Бежит, навстречу кабан. Кабан, кабан, ты не придешь ко мне на помощь. Мне с пауканом воевать надо. Рад стараться, рад стараться. Кабан, ты цает. Побежал в лес. Бежит, навстречу медведь. Михаил Потапец, братцы. В чем дело? Мне на войну идти с полканом воевать. Рад стараться. Вот. А этот полкан не ест, не пьет. Хозяин тут же. Ты что, полканушка, батюшка, заболел что ли? Нахуй, молодецка-то, молодцы. Ну, он полукал, молодецка. Броти, видно, засохло, так полукал, молодецка. А не вовсе кот смутил, Васька. А вот хозяева, вошли на работу, коты спрашивают. Ты что, полкан, невеселый? Ну, будешь невеселый. Мне завтра идти на войну, с полком воевать. Так он на армию соберет, у меня нет никого. Ну, так я первый к тебе пойду. Ой, спасибо. А дым, Васька, да грит. Иди, Дорбидона на пруду и луку позови. Ну, он побежал. Вот, колодка, не придешь ко мне на помощь. Мне с полком воевать надо. Так, 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 точно. Ну, точно, так, точно. Теперь иди к даде Илье, пусть там он. Ну, он побежал к гусью. Гусь, гусь, не придешь ко мне на помощь. Мне с волком воевать надо. Стараться, стараться, стараться. Не, гусь это царь. Ну, вот тут он закопился и покатили. В полкан идет, Васька, гусь, утка. Ой, волк, дружи. У него расположенный кубан на одном месте, или сам на другом. Сам подумал, медведь на дубу. Он у медведей спрашивает. Михаила Потапович, слышишь, все? А что? Полкан идет, армию ведет. И у всех штыки кверху. А это у кота хвост кверху, у кобеля хвост кверху, у гуся хвост кверху. А сзади, говорит, идет и говорит, так, 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 по тронтаж, по тронтаж. Ой, волк, дружи. А кабану-то не терпится посмотреть, что за армия идет у полкана. Он и нацер, вымут, рицы. А кот думал, мы что-то, как тяпки. Да аккуратно по кабану. Кабан как заорет, да из лома-то вон. А кот испугался, да надул. Медведь думает, снаряд летит, как с дуба торнулся. А шлапа взастрещала. И сзади видишь, что этих всех разбили. Выскочил из-под елки, да бежать. А вот сам драла там. Вот, собрались с лесу. Медведь, леса, волк все. Ой, вот это армия, так армия была. Кабан говорит, под меня, говорит, как снаряд торнулся, как мне его по блогу пооборвало. А медведь говорит, я вижу, говорит, как под меня снаряд летит, как я аж сам с дуба торнулся, а шлапа взастрещала. Медведь говорит, под меня, говорит, как снаряд торнулся, так хвост пооборвало. А мне не цело. А волк говорит, я вижу, братцы, что наша армия разбита. И пришлось братцами самому спасаться. Так и победили. Волк стал к дубу ходить, с пулкана дружбу водить, что давай дружить будем, не будем воевать, летом нельзя, летом некто, если подокусает, так и животина может ополеть. Так и победили. Победа осталась за пулканом. Вот и сказка вся, больше брать нельзя. Вот видите, получается, первые сериалы были еще очень-очень давно у наших предков. Но еще мы учимся и играть на музыкальных инструментах. И вот сейчас Митя, пожалуйста, он стоял с инструментом, кто-то скажет, что это просто доска и палочки. Конечно, это пастушечный инструмент. В деревнях его называли барабанка или стуколянка в разных местах по-разному, да? Но вот в экспедиции бабушка, она говорила, у нас так пастух играл, так состучит, что ноги прям сами пляс идут. Вот видите, попробует... Дай, гляш, кады скидаем. Давай. Ага, вот так вот. Это для детей, которые не знают. Это было своеобразным таким будильником в деревне. Раньше не было часов, да, интернета не было. Как узнать? Когда хозяйка в коровушку в поле выгонять, и вот шел пастух по деревне и стучал, так это было всегда, выгонять коров. Пожалуйста, Андрей сам был в экспедиции тоже в Белозетском районе и сам записал вот этот наигрыш. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Недавно пришла в коллектив работать Анна Сергеевна. Чему тоже мы очень рады. У нее в руках была Лаечка, всегда ее подружка. И наши девчонки учатся под нее плясать и петь частушки. Как раньше делали в праздниках на деревьях. То, что мы делаем сегодня у вас. АПЛОДИСМЕНТЫ Голубые, голубые, голубые небеса, Очень мощные голубые, Усталенышки глаза. А теперь тут для корабли, Танавески синие, А мы, подружки, как с тобой, самые красивые. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ай, я пришёл сюда, не просто я пришёл сюда, не вон! А разрешите мне, товарищи подружного хлеба? А это что? А берега, это что? На селу! А забралось, народу, ну и гуляйка селу! АПЛОДИСМЕНТЫ Мы сырём Нью-Йорке, я до Дмитриевской области, Череп Борецкого уезда, Володской области! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я мучишка, хулиган, да батька делает в ногах, Встаёт из-под телеги, хоресона, парапап! АПЛОДИСМЕНТЫ ГОВОРИТ АПЛОДИСМЕНТЫ ГОВОРИТ 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 Приедем к вам обязательно, еще и с детками, и посильно вам поможем. Мы видим, что очень много сделано, но еще очень много нужно сделать. Я желаю вам всем здоровья, тихопения, божьей помощи и, конечно же, помощников. Здоровья всем. Спасибо, всем очень понравилось, думаю, большое спасибо вам за ваш труд, за ваше творчество. Награждаем вас детмомом, участником детско-юношеского фестиваля «Возврождение». Ждем вас еще в гости. Всего доброго. Если мы будем возрождать народные, духовные традиции, то Россия будет жить, будет жить нам легче на нашей родной земле. Всех еще раз спасибо. Самые ближние наши соседи – это кирилловские гости. Они представляют воскреску кирилла Белозерского монастыря. А выступление называется «О великом чуде полетела вещь». Добрый день, дорогие друзья! Мы приехали к вам из Кириллова, где стоит замечательный Кирилла Белозерский монастырь. Мы от души желаем вам, дорогие друзья, вступать по жизни дорогой заповедей Христовы. Ведь, положившись на Господа и доверив Ему все свои заботы и печали, Мы рождаемся для новой жизни, духовной и светлой, где добро всегда побеждает злом. Наш коллектив представит сегодня песни о Пасхе, светлом воскресении Христа, память о событии, которое является наиклавнейшим для всех православных людей. Мы непроизвольно улыбаемся в этот день и счастливо воскресаем «Христос воскресе!» И получаем восторженный ответ «Своистину воскресе!» Для вас, дорогие зрители, прозвучат песни «Богородица» и «Светлый день». И получаем воскресенье «Светлый день» И получаем воскресенье «Светлый день» Благородица живет и не тушит, Богу служит, колыбельную поет. Аллилуйя, аллилуйя, колыбельную поет. И, ой, сыне, мой возлюбленный, ждет тебя тернистый путь. Жди, же чадо, ныне рада, на всю ночь и путь. Аллилуйя, аллилуйя, на всю ночь и путь. В синем небе, над пустынею, ты приемская звезда. Божьи страники повсюду, Рождество смешат туда. Аллилуйя, аллилуйя, Рождество смешат туда. Ты уснешь, ты вне петель, перестанут ты цепеть. Не спасти тебя, срочешь, от распятия не успеть. Аллилуйя, аллилуйя, от распятия не успеть. На мученье, во спасенье, по пустыням, по горам. Ты поймешь и воскресенье, воскресенье подаришь нам. Аллилуйя, аллилуйя, воскресенье подаришь нам. Христос воскрес, святая Пасха, пришел спасительный желание. И после долгих ожиданий, сейчас наступил тот долгождан. Христос воскрес, святая Пасха, играет солнце в небесах. И о нас воскресал снова, люди, чтоб Бога славить чудеса. Христос воскрес, святая Пасха, звон колокольный, все сильней. Идет душа к тебе, спасительный, составе белых лебедей. Христос воскрес, святая Пасха, звон колокольный, все сильней. Стихая Пасха,�hi в небесах. Игра, пасха, звон колокольный, все сильней. Игра, пасха, звон колокольный, все сильней. Христос воскрес, святая Пасха, звон колокольный, все сильней. ПЕСНЯ 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 За участие в Девом детско-юношеском фестивале возглавления, посвященном 475-летию нашего горитского монастыря. Пожалуйста, спасибо. Выступает самая наша маленькая участница Анастасия Анфалова. Девочка живет в Головье и занимается в детском музыкальном театре «Сорфит». Своё выступление она дарит нашему празднику. Встречайте! Как-как-как лиситя заяча уманула. Вот же у заяць, да лиситя. У лиситки была избушка ледяная, а у зайцы была деревянная. Лиситя к нему ходили и говорит, что у тебя в избушке темно, а у меня светло, а вдруг пришла весна. Избушка лиситя растаяла, приходит к зайцу. Пусти меня, Зашку, на квартиру. Не пошу, не пошу. Шибко пастула вся. Ну, ладно, хорошо. На лисинку вступаю? Не пошу. На вторую вступаю? Вот он и говорит, не пошу. Она избу утворила, да? Не пошу. Она на печку залезла, лёжит на печке лиситя. Прихитрялася. Курочит востону по дорогу и говорит, Заюшко, Заюшко. Слышал, меня тут по будюшке зовут. Так что, каже лиситя. Берем пирогом, чупан-чупаном. День проживем не мешают. Ну, ладно, хорошо. Лиситя ушла. Нашла у зайца, да, на подвороке маш лагринку. Взяла на эту лагринку. Поела. Приходит опять на педы лазить. Зая спрашивает, как лиситя живут. По тяточкам, ну, ладно, хорошо. Опять лиситя поляживает. Лежала, лежала. Вдруг опять и подорок стала колотить. Тюка-тюка, Заюшко. Меня по будюшке зовут. Так что, бежит лиситя. Берем пирогом, чупан-чупаном. День проживем не мешают. Ну, ладно, хорошо. Лиситя ушла. Маслите, середочку выела. Хорошо, все, я не хей на клинке. Приходит сюда, петь на педы лазить. Заяц опять спрашивает, как лиситя живут. Селедочкой, ну, ладно, хорошо. Селедочкой. Опять лиситя поляживает. Лежала, лежала. Вдруг опять и подорок стала колотить. Тюка-тюка, Заюшко. Меня по будюшке зовут. Так что, бежит лиситя. Берем пирогом, чупан-чупаном. День проживем не мешают. Ну, ладно, хорошо. Лиситя ушла. С нее маслите так. И выгодана. И на петьку лезла. Да, вот и залезла на петьку. Как лиситя, вот. За скробышем. Аккуратно, хорошо, за скробышем. Да, все уши то. Стал Заяц пруги истряпать. А сходил по Машлу. Машлу то и нет. Да. Сходил по Машлу. Машлу то и нет. И говорит. Лиситя, ведь это ты Машу съели. Моешь тетя заяшку? Я не еле маситься. А давай-ка, заяшка, легим нашу штучек. У которого сальца вытупится, тот и съел. Да. Заяц убусился на это. Лиситя сбегала на улицу. Зря камни к книжку. Да. Любли. Заяшку пригрело. Алиша верна, не принесла. Пригрело заяшку. Нам зря камни к книжку. Ему пучок, которая прожила. На шушке то и вот и книжочек-то растаял. Она и будет. Зашка, вставай, вставай, вставай. Ведь у тебя сальцо вытупилось. Зайцо вскучил и поглядил. Действительно сальцо вскучилось и вытупилось. На себя вино взял. Вот и с чем манула заяца. Сама Машла съели, а его манула. И все. Не бою, не ругаю, не враню. Лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю. Не ругаю, не враню. Все желанить по ногу. Баю-бай, баю-баю-бай. Баюшки, лисе серый заюшки. Баю-бай, бай. Бай! 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 Заюшка, блоглого тет. Не на тем дитя, блоглого тет. Лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю. А сейчас мы приглашаем на сцену Валентину Дорофееву из Петра Заводка. Это у нас последняя была заявка. Кроме корейки. Из края в край вперед иду я Всегда с урок с тобою Под вечер В рог себе найду С урок всегда со мною Подать игрушек На друзья С урок всегда со мною Обедать браво должен Я с урок всегда со мною Аплодисменты 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 Женского монастыря Они не впервые на этой сцене Их постановки Знакомы уже И за пределами корейки Так как много разных гостей Успела посмотреть Их постановки Аплодисменты Аплодисменты Дабы чудо Место положения Сохранила благоустроение Сквозь невзгоды Мрачные Раскресла Господа Украшенное место Основание обители Положено У величественной Мауры подножья Старинской княгине Ефросиней Не было Мудрее и невиднее Времена Царя Ивана Грозного Отразились Для насильниц Многой пользы Черезвычайнейшим Смирением Послушанием Черезгонение Лишение Страдания Сквозь века Светило строго Тихо нравственно Иноческой жизни Благодарственно Память о глубоком Уважении К инокиням Царствования Их служения Много их Известных И красивейших Ранее Быть может И счастливейших Здесь простилась Мира Со свободой Подвязалась Господу Работая Более двух век До мимо Смутного времени Опустошительно Беспутного Жизнь монахин Сладкой не казалась На монастыре Все отражалось Маяком Ярчайшим Светит памятник Богомудрый Чистый Светлый Грамотный Прибываясь Истинно Руководителем Значимо Красиво Удивительный И богомудрящий Маврикий Настоятельница Подвига Представляющая Огромное Значение Для потомков В историческом Течении Время Времена Маврики Иходневой Монастырский Люд После службы На послушание В монастырской Келии Две трудницы Одна Дворянского Сословия Другая Крестьянка Давайте Заглянем К ним Катерина Так смотри Какой узор Получается Вот как Трольский Собор Достроится Сгоди Слезбран Ты меня Отвлекаешь Ульяна Партия Сложная Нужно Успеть Дописать Пепчим Чтоб Каждому Книже С нотами Досталося А как Будет Отвещается Собор Вот Сестра Как Грянет Хочешь Пропоюсь Благородице Дево Радуйся Благодатная Мария Господь С тобою Благословен А ты Женах И Благословь День Случива Твоего Як Господа Родила Еси Душ Наши Здравствуйте Меня хочется И выменила Маврики Их Это Вручить Надо Матушка Маврики Селела Принять Бумаги Расписаться А где Вся Монахин Пока Шел По Обитель Никого На Кепичном Заводике Все Все Кирпичи Для стройки Вготовляют Мало До стар Только В обители Оставляют Понятно Ну прощевайте Погодьте Пойдите Сперва В трапе Не Паломников Угоститесь Чем Бог Пошел А потом И шесту С Богом С Богом Пойдите Пошли И вас Год Субтитры 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 Революционное время Гонение Гонение Христиан Домик Прихожанки Монастыря Что же В нем Царица Небесная Подскажи Как поступить Иконы Какие Возможно Я припрятала До времени Да вот Остались Книжицы С нотами Монахин Калининских Твореньев А монастырь Уже Мирскими Людьми Захилен И переполнен Возобновится Лежит Святая В горицах Снова Тетушка Милая Там Власти Ходят По домам Рыщик Нет ли Книг Икон Старик Скоро К вам Придут Остерегайтесь Кириллове Старик Закон Папири И в тюрьму Вели Ой-ой-ой Лебедь Мой Ясный Завод Жан Старик Книжонки С нотами Монахин Зарийские Творенья Куда же Степеречи Спрячут Подполовицу А если Бог Дат Монастырь Откроют Да воля Божия Будет Найдутся Книж Коврень Год за годом Стенами Вздыхает Новые жизни Боги Ожидает В дом Культуры Превращен Позорный Троица Святой Сей храм Соборный В келях Не молитвки Поют Водку Чаще Горькую Здесь Пьют Но нашлись Все Ждути Благочестия Пролетело По селу Известия Будто Храм Видения Восстановит Безобразие Макуги Остановит И уже Монахин Первых Видят Удивляются Противники В обиде И по первости Мешают Начинанием Проявляя Криком Беснования Устремление Монахин Слишком Нерно И масштабно Стало И обширно Веры Твердое Наше Обитение Робкие Шаги Восстановления Вновь Молитвы Беснопения Звуки Вестником Бахают По округе Монастырь Опять Открыли Верно Чтобы Монастырь Открыли Открыли Множество Паломников Приезжают Детских Голосов Виток Безбрежен Первых Тех Монахин Упования Обители Горицкой Ликования Обители Горицкой Обновления Обители Горицкой Устремления В священной Памяти О подвигах Былых Подвижниц Наших И Инокин Святых Вот Вот и Наше Мирное Время 475 Лет Прозвать Монастырь Какая же Теперь Со стенами Монастыря Жизнь Жизнь Разыгрались Монастырь Олю Левона И Набрят Цветет И Набрят Цветет А Ягода Раст Ну ты Распеваешь Учишь Вокал Свой Занимаешься И Как Сташечка Все Поешь Да Повешь Я не Только Поедаю Распеваю А вот Выучила Послушайте Как Преподобный Максим Исповедник Глава Любви Любовь Есть Благое Расположение Души К соответствии С Котовым Она Ничего И Сущего Не Предпочитает Ведение Бога Но Навык Такой Любви И Возможно Приобрести Тому Кто И Пристрасти К чему Любовь Много Любовь Рождается Бестрасти Бестрасти Упованием На Бога Упованием Терпением И Всеобъемлющего Сдержанием Они Страхом Божьим А это Страх Вера Господа Верующий Господом Боится Вечного Наказания Боящимся Вечному Наказанию Воздерживается От Страстей Воздерживающийся От Страстей Терпеливо Переносит Скорбе Терпеливо Приносящий Скорбе Вызовет Упование На Бога Упование На Бога Отрешает Ум От От Вся Козь Много Пристрасти От Решение От Этого Ум Вызовет Упор Бога Если всесущее произошло через Бога и ради Бога, если Бог учит сотворенного им, то покидающий несовременно улучшенный Бога и обращающий свое внимание на вещи худшие, указывает этим, что он предпочитает Богу всему сотворенного им. Столько выучить, я даже не смогла бы запомнить. Я удивляюсь и поражаюсь. Главное, значит, еще не только выучить, применить в жизни. А я уже что принесла? Недавно разбирали дом старинный, недалеко от монастыря, и под половинами нашли книги монастырские. Они уже все ветки ставили, но... Какие древние ноши! Спешила, что во времена мавреки ходят. Удивительная подвижность. Спешила, что мы с полным. Спешила, что мы с полным. Спешила, что мы с полным. Горицких всех монахинь крепко помним, И вкладом мы гордимся их огромным. В сегодняшние радостные дни Примером светят нам святых огни. Получите, пожалуйста, диплом за участие в нашем детском юношеском фестивале. Все молодцы, все отолкливы. А сейчас, дорогие зрители, мы приглашаем на сцену нашего духовника. Горицкого монастыря Оса Георгия. Для поздравления. Пожалуйста. Дорогие друзья, прохожаю вас с сегодняшним фестивалем. Мне остается только поблагодарить всех, кто принял в нем участие, кто приехал издалека и принес нам свои сердца, минуты радости, свои переживания. Разделил с нами. Я благодарю всех, кто сегодня здесь участвовал, всех, кто пришел и был внимательным слушателем. Надеюсь, что традиция проведения этого фестиваля укоренится на Горицкой земле. И года в год будет шириться количество и участников, и слушателей. И смею надеяться, что, может быть, увеличится и количество наших прихожан. А может быть, верши для чуда увеличится количество и наших монахин. На что мы все-таки уповаем. Потому что монастырь большой, дел в нем много. И раз он до сих пор стоит, значит, он ждет своих насельников. Будем приближать, как можем, это благое время. Думаю, что еще послужит наша святая обитель и Горицам, и Волгучине, и России. На это и уповаем. Об этом мы молимся и призываем и вас разделять наше упование в совместных молитвах, которые мы совершаем каждый воскресенье. Еще раз всех гостей и участников благодарю. И желаю всем милости Божьей. Дай Бог. Аплодисменты. Субтитры создавал DimaTorzok